Всем привет! С вами Гетманская Тагуи и сегодня мы будем работать на маленькой длине акригеля. Мы будем выкладывать, выравнивать и, скорее всего, подключим два вида акригеля, камуфлирующий и блестящий, из коллекции Фестиваль, и посмотрим, как это будет смотреться. Сразу сделаем красивый дизайн. Итак, что нам нужно? Тут для начала уже все подпилило. Работать мы будем с моделью, которая всегда все нравится. Она никогда не оставляла плохих отзывов и любит абсолютно все, что я ей предлагаю. То есть никогда не отказывалась. Вот, поэтому мы будем работать с ней. Как мы будем работать? Сейчас у меня появилась идея выложить вниз блестящий акригель, а сверху пройтись камуфлирующим. Можно прозрачным, но лучше камуфляж. Так, что мы делаем? Мы берем акригель Фестиваль. Постараюсь без воды, чтобы меньше вам смотреть. Выдавливаем. Вот, видите, у меня уже немного в плачевном состоянии, но это норма. Смачивать кисти я буду в обезжиривателе. Лучше в антисептике, но можно и в обезжиривателе. Берем небольшую капельку горошинку. Небольшую, потому что мы не хотим делать слишком много. То есть носторез должен быть тоненький, поэтому, возможно, что-то мы еще и уберем. Не обязательно прям полностью убирать с ногтем. Можно просто его протянуть наверх. Хотя, вот смотрите, горошинка большая, так как ноготочек у нас маленький. То есть мы сегодня поймем, как это работать акригелем на маленькой длине. Укрепим те ногти, на которых ничего не держится. Знаете, вот наши любимые женщины, которые любят вот в огороде где-нибудь, ну, найти, как говорится, на свое красивое место, приключения. Вот, и поэтому будем работать так. Таким образом мы сейчас сразу укрепляем торец. Поэтому, когда мы будем выкладывать камуфляж, мы не будем заходить сильно на торец. Что мы делаем? Мы сводим на нет, конечно, у нас будет опил. Сводим на нет торец. Мы также переворачиваем ручку клиента. Можно работать вот таким образом. Вообще не проблема, как вам комфортнее. Так как у меня клиент, опять-таки, всегда за любой кипиш, я ее переворачиваю, как мне удобно. То есть у нас мы с ней нашли общий язык. И вообще абсолютно открыто к экспериментам и ко всему, что я с ней делаю. Здесь у нас все должно быть очень тонко, потому что у нас торец и так, и так тоненький. Основной мы толщину выкладываем на апекс. Апекс у нас находится примерно вот здесь, на этом ноготочке, на разных ногтях он в разных местах находится. Примерно в одном и том же, но и немного не в одном и том же. И чем лучше вы выложите материал сейчас, тем удобнее вам будет потом, когда не нужно будет опиливать сильно много. Вот, поэтому старайтесь выкладывать аккуратно, красиво, чтобы это было очень сразу хорошо. Можно, конечно, опилить, без разницы. Вот, смотрите, вот в чем кайф натурального ворса. Если у вас нет такой кисти, вот берите с натуральным ворсом кисть. Потому что, вот я один раз смочила, да, и до сих пор он влажный. Он до сих пор позволяет мне работать с акригелем, и акригель не прилипает кисточке. Вот, когда вы чувствуете, что уже все, уже акригель начал прилипать, пожалуйста, смачивайте еще. Только не делайте вот таких луж, вот таких больших, да, смочили, обмакнули где-нибудь об салфеточку, и работаем такой полувлажной кистью. Это очень важно. И еще такой момент, чтобы не тянулся материал за кистью, кисть должна быть чистой. То есть, в ней не должно быть акригеля или другого материала. Посмотрели, что у нас тут, в принципе, норм, да, то есть мы тут укрепили. Если вам что-то не нравится, мы потом еще допилим и опилим, да, чтобы было красиво. Сушим 2 минуты, можно одну, если мощная лампа. Тут я буду сушить, конечно, буквально 30 секунд, чтобы не терять наше драгоценное время. И мы будем брать уже акригель камуфлирующий. И сверху будем выкладывать камуфляж вот такой нежный-нежный, как акригель. Тоже много взяла, поэтому сейчас часть, конечно, мы уберем. Прям даже отсюда я уберу. Достаточно. И выкладываем уже не на зону кутикулы, ребят, а на апекс. Где у нас апекс? Вот у нас апекс. Если нам чего-то не хватит, мы потом можем доложить. Но ногти должны быть тоненькие, они не должны быть сильно толстые. В зоне кутикулы акригеля должно быть минимальный-минимал. Просто вот там должно быть так мало. Потому что у нас там ноготь всегда амортизирует. И большое количество акригеля, так как это жесткий материал, может очень плохо сказываться на носке. То есть там, скорее всего, появятся отслойки. Заходим на латеральные валики. Убираем тут тоже толщину, потому что стресс-зона у нас укреплена уже в фестивале. Скажем так. Смачиваем немного. Видите, я всегда убираю немного с кисточки об руку. Так лучше не делать, может появиться аллергия. Но у меня ее нет, поэтому я могу себе такое позволить. Плюс я это делаю крайне редко. А вы, пожалуйста, делайте это об салфеточку. Перевернули, проверили. Выглаживайте по максимуму. Смотрите, у меня здесь образовалась ступенька, поэтому я сейчас сначала немного спущу вниз. Да, у нас тут все-таки как бы дизайн. Вот, спущу немного акригель вниз. Вот таким образом. А здесь уже поработаем отдельно, да. Тут я хочу немного вверх протянуть, чтобы апекс наш был красивенький. Ой, и сейчас покажу, что делать, если вдруг у вас как-то получилось так, что вам не хватило толщины, высоты, а акригель больше не хочется выкладывать. Сейчас покажу, что можно сделать. Все, переходим на корец, и получается у нас выглаживаем все. Чем лучше вы выгладите все, лучше на это потратить время, тогда вам вообще не нужно будет ничего практически опиливать. Убираем все с боковых валиков. Очень удобно работать с акригельным, потому что, видите, он никуда не течет. Мы можем спокойно, медленно, не торопясь это все проработать. Еще раз смачиваем гисть, наверное, в последний раз. Изначально немного вверх пройдусь. Выровняем. А потом просто спустимся аккуратно вниз. Все. Ноготочек готов. Тут нам осталось просто немного опилить, чтобы было ровночко. Но опять-таки, что мы можем здесь тоже сделать? Чтобы было ровно и, например, не опиливать. У нас есть базы. Мы можем взять любую прозрачную базу. Это может быть кера-база, это может быть обычная база. Смотреть, чем вы работаете. Вы можете взять обычную базу и базой сделать укрепление. Можно даже взять вообще базу жидкую. То есть, смотрите, чем вам удобнее работать, скажем так. Сейчас немного подсохнуть ноготочек. Или мы можем сделать поверхностный опил. Это тоже как бы имеет место быть. Вот ноготочек. Видите, вот мы смотрим, да. Нам как бы здесь хотелось бы немного, наверное, опилить. Но это не обязательно. Но если есть желание, можно немного опилить. Сейчас мы уберем липкость. Давайте еще чуть-чуть досушим. И уберем липкость. Так как мы будем опиливать, он может просто слететь ноготочек. Вот. И просто дальше мы можем доукрепить это все базой. То есть, мы можем пройтись. Вот смотрите, какая нижняя тенька у нас получилась. То есть, я бы немного поработала. Но так как у нас ноготик все-таки, пальчик искусственный, тяжеловато работать. Поэтому мы немного просто проработаем бока, наверное, да. Чуть-чуть проработаем бока. И покажу, как вам добавить высоту, если ноготочек этого просит. Вот. Если у меня, например, грифозный, то мне этого было бы достаточно. Потому что еще выше ног, получается еще более грифозными. Вот. Сейчас я возьму пилку. И немного прорабатываем бока. Вот таким образом ставим пилку. И убираем лишнюю толщину. Так как мы не можем оттянуть, конечно, валики. Получается немного интересненько. Но, как говорится, не без этого. И можно немножко сверху отпилить, опять-таки убрав вот эту ступеньку между двумя акригелями. Вот таким мы будем. Вот так. Обезжириваю. Убираем все лишнее. Дуй. Проверяем опил. И ждем пока немного хотя бы все это испарится. Давайте возьмем керобазу. Она такая имеет вязкость, как медиум. Чуть-чуть, возможно, жижа. Хотя нет, но я как медиум. И просто вы можете взять прозрачную базу и прозрачной базой сделать еще немного, да, укрепить материал, материалом ноготочек. Затем можно сделать дизайн, а можно оставить так. Сейчас это очень модно, когда без дизайна. То есть вот этого достаточно для того, чтобы... Просто мы немного добавим объема, чтобы ноготочек не был плоским. Но, опять-таки, вы смотрите по ситуации, по своему клиенту. Не всегда нужно добавлять вот эту высоту. Она не всегда нужна. Сходим на нет, переворачиваем, центруем все это дело по красоте. Подержали чуть-чуть. База очень быстро распределяется. Проверили блик. Все ли у нас ровно получилось. Проверили сбоку. Еще чуть-чуть, на секундочку. Перевернули. И сушим в лампе. Ну, опять-таки, я буду сушить 30 секунд, а вы сушите минуту. Сушим в лампе. 30 секунд. И дальше мы перекрываем или ультрашайном, или теглосом, или делаем дизайн уже смотря, чего вы хотите. Сюда можно добавить немного голубого. Можно сделать... Там у нас база имеет липкость. Можно немного добавить и такой голубой фольги. Но очень прям совсем немного. Для дизайна выключаем. И можем прям с какой-нибудь стороны, так как у нас розовый с голубым очень классно между собой сочетаются. Вот таким образом. И немножко можно наторезать. То есть просто сбоку, скажем так. Можно этого не делать. Все. Перекрываем все ультрашайном. И на самом деле это быстро. Просто так как мы разговариваем. И плюс это под камерой, под штативами. Это немного неудобно. Вот. Смотрите. Натуральный ноготочек мы потом снизу еще немного выпиливаем. И получается у нас очень-очень тоненький торец. И вот такой дизайн у нас получается. Вот такая красота. Смотрите, как переливается. Даже под камуфлирующим акригелем. Сушим. 30 секунд. Еще раз смотрим на результат. Фольга у меня матовая. Голубая. Можно вообще любую взять. Абсолютно. Можно вообще добавить сюда еще белый немного. Матовый. Будет тоже очень-очень красиво. Давайте я долго сушить не буду. И покажу вам результат. Вот такая у нас красота получается. Ноготочек ровненький, красивый. Акригель очень хорошо укрепил. И если вот так попытаться согнуть. Смотрите. Абсолютно ничего не сгинается. Я давлю со всей силы. И сейчас я сделаю очень плохую вещь. Я сейчас достану. Извините. Модель опять. Помните, Гаврилана у меня на все готова. Чтобы вы понимали, насколько это все крепко. Что оно просто не сгинается. Смотрите. Я давлю. Видите, на моих пальчиках остается след. Двумя пальцами. Видите, как это крепко. И это не сломается. Это не сломается. Это как раз для тех наших любимых женщин. Которые любят убивать свои ногти в огороде. Вот. Можно опять-таки, я же говорю, подпилить. Уже после топа. Снизу просто подпиливаете. И придаете форму. Все. И можно, опять-таки, после топа немного подпилить фрезой торец. И будет с обратной стороны внутреннюю арку. И будет очень-очень красиво. Я надеюсь, вам мастер-класс понравится. Оставляйте комментарии, что бы вы еще хотели увидеть. И что не получается. Возможно, в комментариях еще немного разберем эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...